Привет, добро пожаловать в The Sims 4 Брит Аутзе Уирд Челлендж, вторая серия. Как вы помните, в первой серии мы уже успели скрестить нашу Глорию Уитт, нашу самую первую симку этого челленджа, наше начало с Виктором Фэнгом, и у нас получился Эмиль Уитт. Как вы понимаете, сегодня мы будем играть именно за него и стараться найти ему вторую половинку и попробовать, что получится уже в третьем поколении, потому что Эмиль это уже второе поколение, как видите, он только что стал молодым, вообще он только недавно родился и сразу же отпраздновал 4 дня рождения, но тем не менее, я думаю, что ему стоит выбрать какую-нибудь карьеру. Давайте на рандом, законодатель стиля, я думаю, что ему эта профессия очень даже подойдет, в любом случае мы не будем за него в целом играть, так, у нас рабочее задание, давайте его возьмем. Знаете, давайте сразу возьмем 3 интервью, которые нам нужно взять, сначала у нашей Глории, потом у Виктора, поэтому пока ты выполняешь свою работу, хочу сказать, что это в целом ему не особо и нужно. Так, теперь возьми интервью у Виктора, на самом деле очень даже удобно, когда в семье столько симов. В общем, как вы понимаете, сегодня нам нужно будет найти жену для нашего Эмиля и сразу же посмотреть, какие дети у них будут, поэтому я предлагаю сразу отправиться куда-нибудь. Кстати, сегодня день скидок, но, в общем, наш Эмиль пока никого не знает, но тем не менее, мы это сейчас исправим. Давайте отправимся в Сан-Мишун, раз уж он законодатель моды, давайте отправимся в какую-нибудь картинную галерею, чтобы он нашел какую-нибудь творческую личность, которая будет соответствовать ему. Я думаю, что это просто идеальное место для этого. И вы только посмотрите, какая удача, я уже вижу тут женщину, ее зовут Клэр. Ну, не знаю, давайте посмотрим еще немного, но тем не менее, уже мы только успели приехать, а тут уже вот такие вот прекрасные симки нас встречают. Ну, давайте зайдем в саму галерею, посмотрим, что там есть интересного, пока ничего особого, просто какие-то картинки и симов пока совсем нет. Но ничего страшного, мы подождем, а пока, я думаю, наш Эмиль пойдет прессовать маленькую классическую картину, чтобы хоть как-то продвинуть свой уровень, потому что, ну, как-никак, я думаю, что хоть какая-то история должна быть у всех и так. А пока тут рисует Анжела Новосельских. На самом деле, мне она очень даже нравится внешне, поэтому давайте поприветствуем ее и потом уже посмотрим, получится ли у нас или нет. Так, как и в прошлой серии, как видите, наш Эмиль уже нашел себе Анжелу, и пока третий лишний сим ее отвлекает. Ну, так происходит просто постоянно, какие-то симы постоянно ходят. Ну, в общем, как видите, наша Анжела уже нарисовала вот такую вот прекрасную картину в жанре поп-арт, но ее искусство нас не так сильно интересует, нас интересует сама Анжела. Давайте попробуем немножко прокачать с ней отношения. Как минимум, она вдохновленная, поэтому я надеюсь, что ее хороший мудлет нам поможет. А наш Виктор почти скоро закончит картину. Отлично, картина закончена. Как видите, она получилась плохого качества, всего 45 миллионов. Давайте заберем ее с собой. В любом случае, тут оставлять смысла нет. А пока пойдемте продолжим разговор с нашей Анжелой. Давайте возьмем интервью у нее, потому что это наше задание по работе, и вы только посмотрите. Сегодня просто безумно удачная серия, потому что наш Эмиль только пришел в картинную галерею, у него уже какие-то мутки идут с Анжелой, то есть отношения как-то улучшаются, уже какие-то различные симочки сами подходят к нашему Эмилю и хотят познакомиться. Но мы, конечно, будем знакомиться со всеми, будем со всеми дружелюбными. Я, конечно, уверена насчет Анжелы, она мне безумно нравится, но если вдруг с ней не пойдет, то у нас есть план Б, план С и так далее. Так, вы только посмотрите, к нам еще и звезда сюда пришла. С ней, конечно, я рисковать не буду знакомиться, плюс у нашего Эмиля сейчас дискомфорт, поэтому смысла сейчас ни с кем общаться нет. Давайте он пока прервет беседу для своей естественной нужды. Блин, Эмиль, конечно, ты вовремя захотел в туалет, когда у тебя общение с Анжелой только начало налаживаться, но я думаю, что она сейчас может просто уйти, если вдруг ты слишком долго задержишься внизу. Так, почему-то у нас пошли минусы. Но, тем не менее, милый мой, давай нарисуй еще одну среднюю картину, и потом я думаю, что мы сможем куда-нибудь с вами отправляться, например, домой и позвать Анжелу к нам. А пока симки продолжают приходить, тут даже какая-то симка-вампир с очень необычными глазами, но я вроде бы как определилась с Анжелой, поэтому, дорогой мой Эмиль, давай, развивай свой навык рисования, я не думаю, что в дальнейшем буду хоть что-то ему развивать, какие-то навыки или карьеру, хотя уровень уже повышен, уже третий уровень рисования, вы представьте себе. Но этот челлендж просто очень быстро проходится, и персонажи долго не задерживаются. В общем, каждый персонаж будет всего на одну серию, а пока я вижу Лилию Фэнг, неужели она за нами следит? Я думаю, что персонажи будут сменяться каждую серию, а Лилия будет оставаться с нами. А мы уже приглашаем Анжелу к нам в гости, как вы видите, события тут развиваются безумно быстро, поэтому, так, пока у нас очень не очень хорошие отношения, у нас очень маленькая зеленая линия, но у нас у обеих сейчас хорошие нужды и настроения, поэтому давайте рискнем и сразу попробуем хвалить внешний вид. А пока, чтобы нам никто не мешал, отправим нашу мамочку на пробежку. Потому что я знаю, как симы любят вторгаться в личное пространство, в диалоге других симов, поэтому нам этого сегодня не нужно. Не надо смущать нашего Эмиля в лишний раз, как-никак это его первое свидание, можно сказать, он только недавно родился, о чем я говорю. Но пока, как видите, розовая линия пошла, все очень даже хорошо, поэтому давайте рискнем еще больше и попробуем флиртовать, пока Виктор вернулся с работы, но я не думаю, что он нам помешает. Так, милая моя Анжела, как же хорошо у нас развиваются сейчас отношения, давайте поговорим о снах, и неужели у нас первая розовая линия? Так, но наша Анжела смутилась, поэтому я думаю, что мы сейчас ее добавим сразу в семью. Я думаю, что это не четверство, потому что в прошлой серии мы делали то же самое, чтобы она чисто не убежала. А пока я попробую просто восстановить все нужды нашего Эмиля, потому что его нужно настроить на позитивный лад, чтобы сейчас он смог нормально пообщаться с Анжелой. Знаете, наши родители будут только мешать, поэтому давайте нашу Глорию и Виктор отправим стать волонтером. Я помню, что в прошлой серии им это очень даже понравилось, но давайте в этот раз они пойдут так, маршировать в честь борьбы с болезнью, я думаю, что это просто прекрасно. Ну, а пока они ушли, наш дорогой Эмиль может просыпаться, и, разумеется, наша Анжела должна к нему подойти. Так, никого нет дома, никто вам сейчас мешать не будет, у вас уже есть небольшая розовая линия, поэтому сейчас я хочу ее развить. Поэтому давай узнай нашу Анжелу лучше, давай сначала просто поговори с ней нормально, и уже переходи на кокетство. Как видите, Анжела совсем не против, я этому безумно рада, потому что у нас как-то нет никаких сопротивлений. Это уже первый поцелуй, вы только посмотрите, как мило. И главное, как легко проходит наше общение. И пока наша бодрость совсем не пала, давайте попробуем сейчас сразу зачать ребенка вместе с нашей Анжелой. Так, первый поцелуй был, поэтому да, это действие появилось, отлично. Идите заниматься своими делами, я желаю вам удачи. Я надеюсь, что сейчас родится всего лишь один сим, потому что, ну знаете, по челленджу я думаю, что это было бы просто идеально. Так, а пока я не буду вам мешать. Кстати, насчет супружеской жизни. Я вообще не вижу смысла кого-то тут женить, кого-то тут разводить в этом челлендже, потому что тут отношения чисто символические, и нам нужно просто посмотреть, какая внешность будет унаследована у наших детей. Поэтому главное это, чтобы симы были в семье, а уже свадьбы всякие проводить, это занимает слишком много времени, я думаю, но, тем не менее, Анжела, так, ты уже можешь пойти сделать тест на беременность, и настал момент X этой серии. Знаете, очень напоминает первую серию, я думаю, все серии будут похожи, потому что Глория под тем же углом, под тем же ракурсом узнавала, что да, она беременна, и пора есть для твоих, Анжела, иди, пожалуйста, расскажи это своему супругу. Наша Глория тоже так же шла в ту же комнату по тому же маршруту, но мы скоро переедем, возможно. В общем, Анжела рассказывает прекрасную новость нашему Эмилию, я думаю, что Эмилия этому безумно рада, пока наши родители вернулись домой. Сегодня день скидок, мы не забываем, и поэтому я хочу купить на самом деле пылесос, плюс дома довольно-таки грязно, как видите, там где-то комочки шерсти, комочки пыли. Так, и отлично, у всех день скидок пройдет замечательно, поэтому я думаю, что сейчас нам сразу стоит заняться уборкой. Так, у кого самые нормальные нужды? Я так понимаю, Анжела, у тебя, поэтому возьми, пожалуйста, пылесос и пропылесосися тут. Я надеюсь, что ты не обидишься по поводу этого, потому что мы, значит, только что взяли тебя домой, сделали тебе ребеночка, ты тут еще и беременная, и должна еще и убираться, пылесосить и вообще домохозяйничать. Но нет, я думаю, что готовить у нас будет продолжать Глория, но это в целом не так важно, я думаю. Так, важнее сейчас другое. На самом деле у нас всего лишь одна спальня, несмотря на то, что это двухкомнатная квартира, у нас всего лишь одна двухспальная кровать. Нам нужна вторая кровать, как раз сегодня день скидок. Я думаю, это прекрасный вариант, прекрасный день, чтобы купить кровать и обновить кровать для наших родителей тоже. Я хочу сразу хорошие, дорогие кровати, чтобы наши симы быстро поднимали бодрость и высыпались на работу. Не знаю, потому что, как видите, сейчас у меня с этим проблемки. В целом всегда у меня с этим проблемки. Итак, давайте распределимся так, что наши родители будут спать в основной спальне вместе, а наши Эмиль и Анжела, наши молодожены, будут жить вот где-то в гостиной, что ли. Это не очень красиво, но тем не менее. Время 3 часа ночи, и, разумеется, наша Анжела, наша беременная симочка проголодалась. Поэтому сейчас у нас будет ночной жор. Иди, пожалуйста, покушай все, что ты там хочешь покушать. Великолепная яичница с тостом. Я надеюсь, ты это оценишь. И посмотрите, у нее уже виден живот. Да, как-то так ночи у нас и будут проходить. Анжела единственная там что-то кушает, а все остальные там спят. Но время уже утро, и наш Эмиль, оказывается, должен отправиться на работу. Я, на самом деле, не знала, что законодатели моды должны ходить на работу. Ну вот, теперь его, как и отца, нет дома, а наши девочки остались дома одни. Я думаю, это прекрасно. Давайте они сейчас будут упорно работать, а наши девочки не будут сидеть сложа руки, они пойдут волонтерить. Я думаю, что им стоит пойти на волонтерство уборка пляжа. Я думаю, что это прекрасный вариант. Как раз они немножко отдохнут, возможно, и наша квартира осталась пустовать. А я просто проматываю время. Ну, вот так вот челлендж этот и проходит, потому что я даже не знаю, что можно делать 3 дня. Так, а пока девочки вернулись, и, как видите, второй триместр у нас будет через 7 часов, а пока возвращаются наши молодые люди, и у них повышение. Я их с этим поздравляю, а пока... Так, неужели Анжела? У нее уже второй триместр. Время летит, правда, очень даже быстро. Ну, а Виктор там на заднем плане пытается улучшить свои нужды после работы. Так, время уже ночь, и, как вы видите, все спят, все высыпаются после долгого дня, но наша Анжела сейчас встанет, потому что она очень хочет кушать. Как всегда, ночной жор, уже вторая ночь, и я уже знаю наперед, как будет проходить каждый вечер, но, тем не менее, сегодня наша Анжела будет ужинать вместе со своей свекровью. Наш Виктор тоже что-то там встал. В общем, все просто хотят улучшить нужды, потому что настало уже утро, и им всем пора на работу. Эмиль отправляется на работу, Виктор тоже скоро отправится, и Глория с Анжелой остались опять одни, но я думаю, что они совсем не против. Давайте опять станем волонтером, что ли, вместе, разумеется, с Глорией. Я не знаю, что еще можно делать. Давайте пойдем по волонтерям в столовой. Отправляйтесь, милые мои леди. Я думаю, что это просто прекрасно. Что вообще в функции волонтерства появилось в Симсе? Можно вот так вот быстро промотать время, чтобы наши Симы не только быстро провели время с пользой, но и получили какие-то навыки, например, писательство. Ну, а пока давайте подождем наших молодых людей, пока они не вернутся. Отлично, они пришли, и сегодня у них, на удивление, очень даже хорошее настроение. Поэтому, знаете что, давайте отправим их волонтерить всех четвером прямо сейчас, и волонтерить они будут в этот раз. Ну, не знаю, давайте, что ли, на распродаже выпечки. Я уже, по-моему, попробовала все виды волонтерства. Ну, что же поделать. Так, о нет, неужели у наших Симов совсем сейчас ухудшается настроение и все нужды? Ну, ничего страшного. Главное, что время быстро пройдет. В любом случае, они потом вернутся домой, и все быстро исправят. Вот они и вернулись домой, все вроде счастливые. Так, у нас четвертый день весны, но насчет Анжелы. У нее через два часа будет уже третий триместр. Неужели? Я уже не могу дождаться этих родов, и неужели мы еще ближе к ним, потому что уже третий триместр, и почему-то Виктор может уходить с работы по семейным обстоятельствам. Почему-то Виктор, а не Эмиль, но, скорее всего, он тоже уже может уходить. Ну, а пока давайте исправим его досуг, давайте он поиграет в компьютерные игры, и в целом давайте займемся нуждами всех Симов. Хотя все вроде бы нормально. Единственное, у Анжелы, конечно же, все очень быстро падает буквально на глазах, поэтому иди быстренько покушай. И, как видите, кушает она не одна, ей компанию составила опять Глория. Это очень мило, что они постоянно вместе кушают. Так, уже утро, все Симы сейчас начнут просыпаться, Эмиль вон уже что-то на кухне делает, а нашему Виктору через час пора на работу, поэтому давайте его отправим туда. Ну, а остальные Симы вроде бы все нормально. Вот единственное, у нашей Глории не очень досуг, поэтому давайте отправим ее, я не знаю, поиграть в компьютерные игры. Эмиль, тебе тоже следует отправиться на работу, и, как видите, днем сегодня наши девочки опять одни, но в этот раз у нашей Глории есть небольшие дела. А именно, я хочу, чтобы она приготовила какой-нибудь тортик для нашего будущего внука или внучки, потому что я думаю, что совсем скоро у нас уже будут роды, этим вечером, скорее всего. А я хочу, чтобы у нашего нового Сима был новый торт, поэтому вот он, торт готов, великолепного качества, отлично. Пока бабушка там всем этим занимается, наша мамочка спит. Ну ладно, давайте пока просто подождем, пока не придут остальные Симы. Виктор уже пришел, давайте отправим его в душ, как видите, у него не очень гигиена, и Эмиль тоже возвращается с работы, как видите, он заработал денежки, и теперь я хочу отправить их всех на волонтерство. Так, нашей Анжеле впервые звонит ее сестра Лилит, но извини меня, мы немножко заняты сегодня, мы сегодня отправляемся волонтерить в столовую. Это просто обязательно каждодневное задание для нас сейчас, но тем не менее, я думаю, там наша Анжела и покушает, потому что у нее не очень питание, поэтому давайте, давайте быстренько отправляйтесь, а когда она вернется, я надеюсь, что уже будут там роды. Но тем не менее, так, давайте, что там сломалось, заменим это, и пока просто подождем, опять промотаем время, и так, вечер, все возвращаются домой, как видите, они не только хорошо проводят время, не только волонтерят, но и улучшают отношения, они там все уже хорошие друзья, это просто прекрасно. И тадам, рожает, настал момент Икс, Анжела рожает, у нее жуткий дискомфорт, давайте быстренько отправим ее рожать в то же место, где на прошлой серии у нас родился отец ребенка, который на подходе, то есть Эмиль, и почему Анжела рожает на кухне? Вы когда-нибудь такое видели? Вот это, конечно, интересный глюк, но тем не менее, милая моя. Давайте посмотрим, кто это, и поздравляем это мальчик. Хорошо, мальчик так мальчик, давайте на рандом назовем его Тимми, и оставим фамилию Новосельских, потому что я не думаю, что фамилия это так важно, в любом случае, мы все это можем сейчас отследить. И так, ребенком, я так понимаю, заниматься будет наша бабушка, поэтому давайте, она его повзрослеет. Сначала нужно, конечно, утихомерить, и у нашей Глории есть в этом опыт, хотя нет, на самом деле, она Эмилем совсем не занималась, но вот оно, первый день рождения нашего Тимми, нашего третьего поколения, он взрослеет, и он становится ангелочком, это прекрасная черта характера для Тоддлера, я думаю, давайте посмотрим скорее, как он выглядит, и чьи черты лица он вообще унаследовал, хотя я думаю, что отцовский ген тут будет немножко сильнее, все же у него очень выразительная внешность, блин, как мило выглядит бабушка со своим маленьким внуком. Вот, ну, как я и думала, он довольно-таки сильно похож на своего отца, но в целом у него светлые глаза в маму. Поэтому сейчас Анжела поможет задуть свечи своему маленькому ребеночку Тимми, и это уже второй день рождения нашего Тимми. Ну, что же за глюканутая у нас получается кухня. Так, давайте ему дадим общение, пусть он будет светским ребенком, который будет лежебоком. Ну, ладно, вот такая вот первая черта будет у нашего Тимми, и на самом деле пока по внешности его мало что можно сказать. Я пока вижу только его отца в детстве, поэтому давайте сейчас он загадает желание сам и испразднует свое уже третий день рождения. И так, мой дорогой Тимми, я тебя поздравляю, у меня просто сейчас картина из первой серии, где также свой день рождения праздновала Эмиль. Один в один, я бы сказала, я думаю, что каждая серия будет примерно такой. Но тем не менее, Тимми взрослеет, мы выбираем ему жизненную цель, а именно главарь, и теперь он скептик. Отлично. Вот как-то так он выглядит, и блин, я на самом деле не ожидала, что он будет выглядеть именно так. Я думала, что он будет больше похож на свою мать, но давайте сейчас быстренько сделаем его взрослым, и посмотрим уже окончательно в режиме кассы, в режиме создания персонажей. Итак, пока третья черта его характера, это не дотрога, и вот как он выглядит в кассе. Теперь мы можем его поподробнее рассмотреть, немножко переодеть. Да, как я и говорила, он очень похож на своего отца. Как видите, вот это, на минуточку, Эмиль, вот это его мама Анжела, и вот он сам наш Тимми. Я думаю, что от отца он унаследовал больше черт, но тем не менее, мне нравится, что у него светленькие глаза, как и его мама. Я думаю, что вот глаза у него прям мамины. Ну давайте сейчас его быстренько переоденем, это не так важно, но тем не менее, так он выглядит гораздо лучше. Плюс я поменяла ему прическу, и вот такое вот третье поколение Challenge of Brita Out the Weird у меня получилось. В любом случае, желаю вам всем хорошего дня, хорошего настроения, и всем пока-пока, до следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.